Рекламно-информационная программа Это хореограф, вот у нас тут написано в подсказке Здорово, это все правда Можно еще продолжать, Наташа Выступает в жанре соло, айрнби, диска, хаус, поп Дальше много очень всего написано, Наташа Можно не будем уже дальше Конечно, конечно, всем большой привет Да, добрый день, добрый день К сожалению, мы сегодня не запланировали И прямых выступлений, но у нас кое-что Прозвучит сегодня в эфире обязательно Моя авторская песня Прозвучит она обязательно, чуть позже И главное событие, о котором мы сегодня будем говорить Это непосредственно встреча с Натальей На ее концерте, который состоится Послезавтра, 5 августа В ресторане Гауди На лучшей нашей площадке в данный момент А где же еще, Наташа, выступать Как не на лучшей площадке города Кирова Итак, в подробностях, что это будет за концерт И приглашаем, соответственно Наших слушателей Ну вот в связи с тем, что я провела целый год в Лондоне Так сказать, в столице музыкальной индустрии Лондонская ссылка была Слушай, может нас кто-нибудь сошлет В Лондон И денег даст перед этим еще И я являюсь большой поклонницей британской музыки И вообще я считаю, что это действительно страна В которой родилось огромное количество Прекрасных, талантливейших профессионалов Своего дела, музыкантов И в связи с этим я хотела бы поделиться И своим творчеством в том числе И исполнить многие мировые британские хиты На площадке ресторана Гауди Конечно же мне будет помогать в этом Замечательная инструментальная группа Радио Текила Бенд Которые были неоднократно в нашей студии Да, это очень хорошие, талантливые ребята Настоящие трудяги Мы сейчас готовим программу Каждый день репетируем Не спим ночами практически И конечно же еще будет один сюрприз На концерте я представлю свой видеоклип На свою песню, которую мы сегодня услышим В прямом эфире Она называется «Фрэнд» А идеей и оператором, режиссером этого видеоклипа Стал Александр Панайотов Собственно «Фрэнд» Собственно и есть «Фрэнд» Кстати, он так и сказал мне как-то раз Я буду считать, Наташа, что эту песню ты посвятила мне Я говорю, Сашенька, все для тебя Уважаемые слушатели Ну можно я напомню Да, Наталья и Саша коллеги по известному проекту Можно вспоминать его, да? Конечно, конечно, народный артист Народный артист, да Вот коллеги, собственно, по этому и делу Так Он в начале будет, предварить выступление будет 5-го числа этот клип или как-то И вообще это будет премьера? Да Это будет прям премьера Потому что в сети его еще пока нет И я планирую, наверное, его выложить в интернет ближе к осени На канале, да? И на YouTube-канале Наталья Павловская И в соцсетях И, собственно, какой-то организовать, конечно, промоушен Своей песней Потому что я считаю, что песня очень удачная И она очень многим нравится Полюбилась уже моим коллегам Которым я давала ее послушать А Саша, он Мы всегда друг другу помогали И по-дружески На такой дружеской Профессионально-творческой основе Например, он очень сделал мне много аранжировок Я писала ему песни, тексты И тут он предложил мне, Наташа, песня классная Давай снимем клип Я говорю, давай, конечно А Саша же сочетает в себе огромное количество талантов Он сам себе режиссер Сам себе аранжировщик Сам себе монтажер Сам себе композитор То есть, ну, потрясающий, талантливый человек И я подумала, ну, наверное, получится очень круто И получилось действительно очень здорово Ну, раз уж мы заговорили про песню Я думаю, что это прекрасный шанс именно сейчас Вот сейчас, да, в этот момент Послушать, да Ну, еще потом вернемся Поговорим, конечно Ну, давайте С нетерпением ждем Когда же все-таки прозвучит Авторская композиция Натальи Давайте послушаем Потом еще немножко обсудим ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Спасибо большое, Наталья Павловская ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Потом я скажу свои впечатления От звучания. На самом деле Создавалась она, конечно, в студии У моего хорошего друга-аранжировщика Ильи Пуговкина Который является саунд-продюсером Группы Наоми В которой я никогда выступала и пела ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, да, да. И бэк-вокал, который вот там звучит, это все его рук дело. Он большой мастер по строению голосов, гармонии. Он вообще гармонию прекрасно делает, строит. Но это живой голос-то, бэк? Живой, конечно, живой, живой. Мы просто все раскладывали на голосах. Просто Наташа сказала, это его рук дело, я так думаю. Я имею в виду задумка самих гармонических построений вот этих. Это была его собственная задумка, и он мне очень помог, конечно. Я просто всегда к нему обращаюсь, когда какие-то мне нужны аранжировки. Я вот хочу, чтобы именно этот человек реализовал мое творчество, облег его в некую такую инструментальную форму, потому что мне очень нравится с ним работать. Ну, просто хорошо получилось. Ну, просто у меня вопрос, это до британского путешествия, лондонского после или во время? Это было до британского путешествия. А до еще? Просто я сейчас услышал такой абсолютно какой-то европейский такой трек, вот такой мягкий, очень симпатичный. Ну, я бы не сказал, что чистость европейский. Европейский какое-то дыхание такое. Я как раз наоборот больше немножко Америки услышал. Америки? Есть вот такие негритянские, анотки хорошие. Вот так саксофончик такой пикантность придает, там очень здорово. Спасибо большое. Ну, в общем, в любом случае, то и другое нужно расценивать как комплимент, мне кажется. Да, спасибо. Звучит здорово. Спасибо. Премьера, еще раз напоминаем, клипа на эту композицию. Композиция под названием «Фрэндс» состоится во время выступления Натальи 5-го числа. В ресторане «Гауди». Послезавтра, получается, да, в воскресенье в «Гауди», начало 19.00. Я не вижу возрастного ограничения, а нам надо его. 12+. А, 12+. 12+. Нам надо его. У нас это написано, где вот ограничения, где мы будем разыгрывать же сегодня пригласительные. А, у нас есть пригласительные? Конечно. Обязательно разыграем. У нас еще масса других призов. Мы чуть позже их еще раз вам напомним. Мы напоминаем номер нашего телефона 211-101. В том числе мы будем ждать вопросов от Натальи. Еще хотим поговорить, конечно же, о ее поездке в Лондон, где она целый год, да? Целый год привела, ну почти целый год. Не просто так. Не год гуляли по Лондону, а, видимо, там что-то с пользой для себя в том числе. С пользой, конечно, в первую очередь. Давайте сейчас пауза небольшая у нас. И поговорим, да. Культ поход. Николай, что вводите в курс? Я имею в виду призы. Призы давайте озвучим, потом Наталью послушаем. Повторюсь, коротко. То есть у нас сегодня книги, книги прекрасные. Как в СССР принимали высоких гостей. Книга просто что-то с картинками. Мне сразу Брежнев вспоминается, который целоваться лес. Мне просто понравился, да, Леонид Ильич. И мне захотелось, чтобы меня приняли в СССР, вот как в этой книжках принимали. Илья Кулибин, «Говорящие фамилии», ставшая нарицательными, пришедшее название. Удивительная книга, я почитал с большим удовольствием. Много чего узнал, даже вот пока здесь эфир был. Пока Макс пел, я как раз взял, да и почитал немножко. Когда дым застилает глаза, это ужасная книга. Человек рассказывает, как он шесть лет работал в американском крематории. Для любителя книжечка, конечно, на любителя. Луиза Олтерс, «Чемодан миссис Инктер» — это очень красивая сказка о любви. Ну и Милена Бускерц, это тоже пройдет. Тоже интересный очень роман о 40-летней женщине, которая потеряла мать, но находит себя в сентябре. У меня, простите, сейчас не очень корректная шутка, может быть, пришла на ум про эту книжку, про крематорий. После прочтения «Жечь». Простите. Это, может быть, даже и есть. Эта книга нам предоставил магазин «Читай город». Их можно все купить там и многие другие тоже книги. Также вы можете пойти на любой фильм или любой сеанс в кинотеатр «Дружба». Еще можете отправиться. У нас достаточное количество пригласительных на выставки «Оттепель» и выставки «Гол». Это фото-выставки в галере «Прогресса». Чудесные совершенно выставки для тех, кто любит искусство фотографий. Это сертификат на четыре занятия в школе современной музыки «Практический метод». У нас также два приглашения в ресторан «Гауди». Это сегодня там концерт «Эльтанго» в 8 часов вечера, два билета за барную стойку. И 5 августа Наташа Павловская, она сегодняшняя гостья, приглашает на свой концерт, билет на двоих, также за барную стойку в ресторан «Гауди». 12 плюс ограничения. Наталья, пожалуйста, вопрос нашим слушателям. Давайте проверим их бдительность, музыкальный кругозор, потому что, безусловно, у нас вопросы будут связаны именно с музыкой, с британской музыкой. Сейчас я назову трёх исполнителей или коллективов, и нужно сказать, кто из этих исполнителей не является представителем Великобритании. То есть не живёт там, не творит там, не родился там? Да, да, да. Просто из другой страны. Эми Вайнхаус, Криденс и Куин. Эми Вайнхаус, Криденс, Клевота Ревайвл и Куин. Да, вот три коллектива. Ну, пожалуйста, 211 стадий. Которые из них не имеют отношения к Англии? Ну, просто прозвучали такие названия уже, тут музыкантов, да? Да, да, да. Некоторых нет уже с нами, к сожалению. Да, интересно, да, вот здесь у нас ведь это с любовью из Лондона, да, но здесь вот тоже не все британские. Ну, личные предпочтения, личные музыкальные симпатии, видимо, да. Ну что, у нас есть желающие ответить, да? Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Это Наталья, да, наша постоянная слушательница. Хочу попробовать Куин, может быть? Ну, мы всегда первый неправильный ответ как бы прощаем, да? У вас осталось два варианта. Вот сейчас Наталья очень... Два варианта ответа у вас осталось. Либо мы говорим про Эми Вайнхаус, либо про Криденс Клевота Ревайвл. Который второй. Чтобы долго не говорить, да? Извините, мне не выговорить, я выбираюсь. Коротко говоря, Криденс, но это, наверное, правильный ответ, да, Наташа? Это правильный ответ, вы победили. Да, потому что Шэмита Вайнхаус, конечно, да. Наталья, поздравляем вас. Итак, у вас прекрасная возможность есть попасть на концерт, Наталья, послезавтра. А, по сожалению, в 5 числа мне в городе не будет. Ну, вам не повезло. Да, ну тогда делайте выбор в пользу чего-то другого. Кому-то повезет. Давайте в кино, может быть. В кино, на любой фильм и любой сеанс в кинотеатре Дружба. Хорошо. Не кладите трубочку, наш редактор объяснит вам, как получить этот билет. Давайте поподробнее, да, поговорим сейчас о Лондоне. О Лондоне, о Лондонском пребывании, что вообще стало целью поездки. Ну, во-первых, я решила... Какие компетенции наработать, как это сейчас современным языком выражались? Ну, собственно, так оно и получилось. Я решила повысить уровень своей квалификации и профессионализма. И решила, что очень хочу поехать попробовать поучиться за границу, потому что мой взгляд не сразу упал на Лондон, если честно. Был выбор между чем-то и чем-то, такими городами и странами? Ну, то есть я рассматривала также Италию, рассматривала рок-академию в Нидерландах. В Нидерландах есть рок-академия? Да, почему нет, да? Там вообще всё есть. Как в Греции, в Гранаде. Очень много музыкальных заведений вообще по всей Европе. Я хотела именно освоить новые вокальные техники. И, конечно же, это было достаточно сложно, потому что мне пришлось протерять собеседований для того, чтобы меня одобрили именно на тот факультет, который я хотела, выбрала в Лондоне, в лондонской школе, который называется The Institute of Contemporary Music Performance, Институт современного музыкального перформанса. И, конечно, подготовка была такой мощной, потому что, помимо того, что мне нужно было пройти рад собеседований, чтобы меня одобрили на этот факультет, нужно было ещё сдавать экзамен по английскому языку, по академическому английскому языку, который называется IELTS. Это достаточно серьёзная была подготовка, но я получила достаточно высокий балл. Это говорит о том, что в школе английский хорошо вы учили? Ну, конечно, знания в английской школе... Школа номер 29 наверняка тут... Да, она сыграла... В 29-й школе привет! Да-да-да, всем привет ВГГшникам. И, конечно, эти знания сыграли большую роль, но нужно было ещё дополнительно готовиться, потому что даже говорят, что сами британцы не могут так вот сходу сдать этот экзамен, потому что к нему нужно готовиться, там определённое построение фраз, определённые, как бы, то есть какие-то свои правила есть, которые нужно соблюдать. Ну и затем, собственно, я получила визу, чего тоже очень сильно опасалась, что не получу в связи с натянутыми, так сказать, отношениями наших стран. Ну а натянутые отношения на уровне правительств, уж так, наверное, уточнить. Ну да. На уровне обычных граждан, мне кажется, да, Николай? Нет? Да, я, по крайней мере, не замечал никаких натянутых отношений с своими британскими друзьями, скажем так. Вот у меня то же самое, вы знаете, я настолько... Среди которых Элтон, Джон, ну нет, к сожалению, нет. Фол Маккар, к сожалению, нет. Я подружилась очень со многими англичанами, и действительно, среди них, конечно, встречаются иногда снобы, как они говорят. Но есть очень хорошие ребята и девчата, очень приятные в общении, и, то есть, готовые как-то помочь тебе, раз ты приехал в новую для себя страну, они готовы оказать тебе поддержку, помощь. Они очень общительные, я не почувствовала никакого предвзятого к себе отношения, и действительно, среди них есть те ребят, с которыми я прямо сейчас плотно и сотрудничаю, и активно общаюсь, и дружу, поэтому, конечно, этот год вообще для меня был потрясающий. А там вот вообще, Наташа, вот эта система занятий в этой школе, она такая довольно-таки напряжённая, скажем так. Да-да-да, и меня интересует, для кого вообще эта школа, вот озвученная вами, в ней могут позаниматься как действующие артисты, как начинающие, всежелающие. Для кого она вообще? Это школа для того, чтобы действительно, в основном там есть и начинающие артисты, и действующие артисты разных абсолютно возрастов, национальностей. Разных возрастов из разных стран, да. Понятно. И обучение проходит таким образом, то есть, во-первых, занятия у нас проходили всего лишь три раза в неделю, но главное, что нам нужно было делать, это самостоятельно готовиться, искать материал. Мы писали огромное количество книг, эссе и различных работ. То есть, это было не просто практические занятия, касающиеся вокала и других инструменталистов. Мы, кроме всего прочего, готовили различные эссе, работы, и у нас была теоретическая часть. Например, мы осваивали знания по сальфеджио, в том числе, оно у нас тоже там было. Ну, у меня уже был багаж. Осваивали или повторяли, закрепляли в вашем студии? Музыкальную школу, насколько я помню. Мы закрепляли и осваивали что-то новое, потому что разный уровень был подготовки у студентов. Поэтому, собственно, кому-то требовалось больше, например, посидеть над предметом. Но что мне очень понравилось, что преподаватели всегда шли на встречу. То есть, можно было запланировать какую-то отдельную встречу с ними наедине. И вообще, состав преподавателей, конечно, впечатлил меня очень, потому что все они действующие музыканты. Либо инструменталисты, либо вокалисты. Вот у нас был один из педагогов по вокалу, была девушка Эми. Она пела даже на бэк-вокале у Кристины Гильера в свое время. И для них вообще большая честь преподавать в этом университете. Вообще, они любят свою преподавательскую деятельность. И они к этому относятся крайне серьезно. Это такая семейная атмосфера создается во время занятий. Очень демократичная. Теплая, дружелюбная, да? Очень демократичная. Обнимашки там, можно пожаловаться преподавателю, поплакаться. Вот у меня это не получается. А она тебе говорит, ничего, давай будем стараться, все получится. Там даже можно высказать свои недовольства в плане каких-то моментов учебы. Например, если кто-то хочет что-то, какие-то дополнительные знания получить, пожалуйста. То есть все это обсуждается. У нас был такой урок, тьюториал он назывался. Там мы обсуждали предстоящие планы на неделю, все наши предметы, все наши экзамены. И ввел, кстати, этот предмет у нас замечательный барабанщик. Он просто феноменальный профессионал своего дела. У него чувство ритма просто безупречное. И он нас курировал, собственно, в протисе. Как зовут его? Гаррет Спайсер. Гаррет Джон Спайсер. Я думаю, что ему тоже удалось поиграть с огромным количеством мировых музыкантов. Потому что все они, так или иначе, музыкальная индустрия в Англии вообще достаточно такая обособленная. Она, рынок, не сказать, что очень велик. Поэтому все друг друга знают, все друг другом играют, все друг другом поют. Это вообще, конечно, музыкальная атмосфера потрясающая в Лондоне. Времени свободного было? Времени свободного практически не было. Но я все равно находила время для того, чтобы посещать различные открытые микрофоны, так называемые open mic'и, jam session'ы. То есть подойти и исполнить, да? Подойти и исполнить. И причем, ну, в основном, конечно, были очень поющие, очень хорошо играющие музыканты. И даже приходили, да, какие-то известные личности. И все это происходило на бесплатной основе просто ради своего кайфа, ради своего удовольствия, ради того, чтобы отпраздновать этот музыкальный мир. То есть, ну, сыграть то, что нам нравится или спеть то, что нам нравится. Наташа, а если честно, вот перед началом всего этого был страх, ну, не знаю, как боязнь, что, ну, вот я, может быть, хуже, чем другие. Или там что-то вот в этом роде. Ну, понимаете, о чем я говорю? Вообще, у меня был страх, что я, например, не пройду собеседование. Ну, конечно. Ну, то есть, всякое же может быть. Я представляю себе, что, наверное, как бы, то есть, из страны, из которой есть такие выходцы, такие талантливые артисты, наверняка там очень много претендентов на, собственно, на мою позицию. И наверняка очень много поющих, талантливых артистов. Вообще, конкурс-то большой в эту школу, да? Много желающих позаниматься? Много желающих позаниматься. Вот. И, вы знаете, когда собеседование прошло успешно, у меня, конечно, немножечко стало полегче. Чуть-чуть. Не такое нервное напряжение было. Но, в любом случае, когда я туда поехала, мне было очень волнительно, потому что новая все-таки страна, и нужно там провести будет целый год. Я, конечно, туда не жить собралась ехать в какой-то момент, но все равно это было страшновато немножко. Как вот меня воспримут, какой там менталитет. О культуре Великобритании я знала уже достаточно на тот момент. И, конечно же, хотелось произвести наилучшие впечатления, прежде всего, на педагогов, которые нас обучали. На такой создать легкий коллаборейшн с музыкантами, сотрудничать с ними, найти общий язык. И я считаю, что мне это удалось. Удалось? Я даже вот тут осмелюсь так это заметить. Очень сильно удалось. Мне такое ощущение, что ты до сих пор немножко по-английски-то сговариваешь. А на русский переводишь уже, да, по ходу. Серьезно? Кстати, да. Есть такое ощущение, что когда говоришь с человеком, который хорошо знает русский язык, но он иностранец, да? Он вот говорит примерно так же, как ты сейчас говоришь. Да, но мне, кстати, уже не первый человек это говорит. Такое ощущение, что ты думаешь по-английски, а говоришь уже по-русски с переводом. Ну, что вы хотели год на берегах Туманного Альбюна, в принципе, да. Это очень серьезная цифра. Преподаватели, их подход просто... Многие преподаватели вот так сходу нападают на человека и пытаются выжать из него все максимум. Покажи мне, на что ты сейчас способен, я пойму, работать дальше с тобой или не работать. Там так же? Такой жесткий подход достаточно у педагога в целом. Нет, тут подход очень, во-первых, индивидуальный, что мне очень понравилось. Потому что уровень студентов очень разный. И они нам, преподаватели, постоянно нам намекали и внушали нам то, что каждый из вас обладает уникальным голосовым аппаратом. Каждый из вас это уникальная индивидуальная личность со своим особым подходом, со своей манерой, со своей подачей, со своим видением, со своими музыкальными предпочтениями. И поэтому они говорили, что самое главное, конечно, подражание это хорошо, но выработать свой собственный стиль это очень важно. За подражание ругают? Нет, потому что на начальных этапах и вообще в детстве это, в принципе, очень многое нам дает. Потому что мы учимся у больших профессионалов своего дела. Это ступенька или несколько ступенек. Да, это копирование. Наши кумиры определяют нас во многом, как артиста, в будущем. Но, естественно, нужно вырабатывать свой собственный какой-то индивидуальный стиль и пробовать что-то новое. И вот как раз задача преподавателя была вытащить из нас вот эти вот наши особенности какие-то уникальные. И мне это очень понравилось, потому что я на себя даже немножко по-другому посмотрела, как на вокалистку, как на артистку. Вот со мной работали именно над моим тембром и различными вокальными техниками в том числе. То есть мне это очень понравилось вообще, как вот они обращаются со студентами, как они ведут уроки. Очень заинтересовывает. И вот эта неформальная обстановка, она способствует и мотивирует тебя получать новые знания. Это здорово, конечно. А какой у Натальи тембр? Сейчас я задумывался. Николай, помогите. Ну вот, в смысле, женские голоса. Ну, вы имеете в виду диапазон. Тембр — это наши особенности, это как бы тон нашего голоса. То есть это вот звук, звучание, окраска. Это вот тембр. А высота — это другое? Да, это немножко другое. Прости, задумался, задумался. Но в конце концов мы с тобой не заканчивали лондонскую школу, да? Ну да. Так что нам можно. Наталья Поволодская у нас в гостях в программе «Культпоход». Еще раз приглашаем вас на концерт с Натальей, который состоится в ресторане «Гауди» послезавтра, 5-го числа, в воскресенье, начало 19.00. Наталья исполнит известные композиции британских артистов. «Фадель» читаем мы в программке, «Элтон Джон», «Джордж Майкл» и так далее. «Стинг» там тоже. И «Криденс» там есть, который как-то сегодня уже будет. «Джейс и джейс». Да, да, да. «Джейс и джейс». Долго создавалась эта подборка? Или прям сходу? Ну, не сходу. Как-то в голове было? Это исполнивает. Я, честно говоря, находясь уже в Лондоне, уже планировала этот концерт. И мне было очень интересно попробовать что-то сделать именно в своем родном городе подобное, ну, применяя свой опыт и свои какие-то предпочтения музыкальные. Конечно, я советовалась еще с некоторыми своими друзьями-музыкантами. Ну, вот. И, собственно, из группы «Радио Текилобэнд» мы тоже вот создали такой список, так сказать. Ну, ребятам же тоже надо отталкиваться от них, что они могут сыграть, а чего не могут. Я думаю, что они могут сыграть. Я думаю, что они могут очень... Это же живьем же они будут играть, да? Конечно, конечно. Ну, я думаю, что для них невозможного не существует. Поэтому все в их урках, так сказать. У нас подошло время небольшой рекламы, после чего мы продолжим задавать вам вопросы, слушатели. У нас еще призов масса, так что не переключайтесь. Культпоход. Продолжая наше общение, я не скрою, сейчас спросил Наталью в перерыве о том, а была ли возможность попасть, ну, прям вот в такое место, сакральное, по-моему, для музыкантов. Для популярной музыки, да. Знаменитая студия «Эбби Роуд». Тем более, что недавно сэр Пол снова перешел эту дорогу. Да-да-да. Да, торжественно подзапись очень весело. Фотки распространились в интернете. А, видео даже еще есть, да. Бодро перебежал, но в сандалях. В сандалях, да. В сандалях не посекло. Пожалуйста, Наталья, была возможность? Вы куда-то ходили, сказали. Вот на «Эбби Роуд» я, к сожалению, не попала, но у нас от школы был доступ, бесплатный доступ в очень хорошую оснащенную студию по всем последним, так сказать, тенденциям. И, собственно говоря, также наша школа сотрудничает со студией Марка Ронсона, известного английского продюсера, который назывался «Tile Yard Records». И, собственно говоря, действительно там все оснащено по последнему веянию. Ну, именно просто посетить студию или, может, поработать там? Нет, можно поработать, поработать. Именно поработать тоже можно, да. Классно вообще. Звукорежиссера к тебе приставляют. И вот, пожалуйста, да. Твори, пиши. В этой школе вообще царила такая музыкальная обстановка. Постоянно слышишь звуки инструментов, такая какофония стояла даже, потому что все играют, все поют. Ну, там звукоизоляция хорошая, все классы разделены. То есть постоянный творческий процесс. Постоянный, они постоянно трудятся с утра до вечера, что студенты, что музыканты. Вот это вот, так сказать, черта британского менталитета. Так, давайте вопрос. Что-то мы запамятовали, что мы еще и играть должны. 211-101 и книжки, и билеты еще есть. Наталья Поваловская, еще один вопрос для вас, слушателей, внимания. Ну, вот в связи с... Вот вопрос будет связан с британской культурой. В какой из главной исторической достопримечательностей Лондона хранятся сокровища британской короны? Варианты будут? Ну, зачем? Давайте без вариантов. Лучше без вариантов. Тем более, что мы еще до эфира, я говорю, что те, кто учится в ВГГ, должны... Сокровища британской короны. Потому что они еще в пятом классе это проходят. А что там? Трость, скипетр? Ну, вот они не проходят перечень, но они просто знают, где это хранится. Просто сокровища британская. Не знают, где хранятся, да. Такое, окутано тайной, что же это такое. А, кстати, практические задания вам преподаватели давали. Так, ребят, в эти выходные вы должны забабахать пять концертов. И принести нам такую-то сумму фунтов. У нас каждую неделю были какие-то выступления. Ну, вы говорили, открытый микрофон, да? Нет, это вот и от школы в том числе, и от школы в том числе. А в каком формате эти выступления? То есть, такие реальные концерты? Улица, клуб или что это? Большая концертная площадка? Нет, у нас были концертные площадки, вернее, концертные залы в самой школе. В том числе такие небольшие, как бы, студии. Ну, там человек на 30-40, наверное. А зрители это были, опять же, студенты? А зрители это были студенты и преподаватели, да? А так вот с улицы, нет? У нас было одно очень большое выступление от школы. Это был своего рода такой экзамен уже последний. Перформанс 40-минутный. И мы вместе с... Нас разделили на бенды и на вокалистов. Мне повезло. Мне попались две девочки просто наикрутейших вокалистки. Там одна девочка из Франции, другая из Эстонии. Они пели очень круто. И у нас как-то голоса так совпадали еще. И на этот концерт мы приглашали всех желающих. Не только студентов и преподавателей школы, но и кого-то с улицы. То есть, делали рекламу в интернете, в соцсетях. То есть, такой же реальный концерт такой, да? Это прям был... Это был прям, да, гик. Самый настоящий гик. Еще раз напоминаем. Вопрос. Наши слушатели мы вам задали. Вернее, я задала Наталья Поволодская. Где хранятся сокровища? В каком здании причем? В очень известном историческом здании. Давайте варианты ответа назовем. Я называю Биг Бен. Это что? Биг Бен это здание? Ну, просто вот Биг Бен называю. Чего? Вот назвал и все. Давайте какой-нибудь заведомо ложный вариант. Так, погоди. Если мы сейчас будем обсуждать, какие варианты заведомо ложные, то нас быстренько разгадают тут все. Поэтому давай не будем говорить, что заведомо ложные. Ты сказал Биг Бен, я, например, скажу Тауэр. А Наташа скажет Весминстерское аббатство. Хорошо. Вот три варианта. Вот три варианта. Пока люди уже позвонили. Уже есть звонок. Алло, добрый день. Вы в эфире. Как вас зовут? Алло. Алло. Да, добрый день. Добрый день. Ваше имя? Меня зовут Александр. Ваш ответ. Александр, ваш ответ. Я думаю, что это Букингемский вариант. Так, ну мы, как всегда, первый неправильный ответ не признаем. Это неправильный. Этого сейчас варианта не было среди трех предложений. Тогда Десминстерское аббатство может быть. Тоже неправильно. Тоже неправильно. Увы, Александр, не повезло вам сегодня. 211-101. Ждем звонков. Остается два варианта Биг Бен. Два варианта Биг Бен. И что я сказал? Это Тауэр. Тауэр. По-моему, Тауэр. Тауэр, да. Что-то такое. Звоните. Хочу еще спросить про очень важную составляющую, конечно, работы музыканта. В том числе профессиональные музыканты с этим очень часто сталкиваются с качеством звука, с качеством аппаратуры и так далее. Вот как с этим во время учебы, во время выступлений? Ну, там, конечно, техника. Ну, все очень здорово. Хороший аппарат, как говорится. И сейчас довольны. Приятно петь в микрофон. Приятно вообще, как работают звукорежиссеры. Насколько они профессиональные. Насколько они дотошные. И, конечно, приходится очень много репетировать. Но это только на пользу идет концерту и вообще всему остальному. А техника, опять же, я уже говорила ранее, что по последним тенденциям все оборудовано. На всех концертах очень хороший звук. Единственное, что площадки в Лондоне достаточно маленькие. Вот это я заметила. Там все очень маленькое такое. А на концерте, кстати, какого-то известного исполнителя удалось побывать? Вот мне удалось побывать на концерте известный Джесси Джей. Джесси Джей? Да. Чьи композиции будут звучать? Да, на концерте 5-го числа. Она, конечно, круто работает. Очень круто, профессионально. Бэк-вокалисты у нее просто сногсшибательные. Ну и вообще подача, манера, артистизм. Ну и ее же считают такой белой негритянкой. Вот, в плане вокала. Понимаем, о чем. Да, мы поняли, о чем речь идет. Да, такая специфика. У нас, по-моему, кто-то догадался уже насчет сокровищ, нет? Добрый день, как вас зовут? Вы в прямом эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Андрей Жигалин, вторая покупка. Ну давайте. Ну, Тауэр. Тауэр. Ну что ж, Тауэр. Ну не всякий же раз Андрею Жигалину не повезет, да? Вот на этот раз повезло Андрею. В первом части не повезло. Хорошо, правильно, да. Андрей, выбирайте приз. Ну, пятого я тоже не смогу, к сожалению. А вот книжка, говорящая фамилией Толстая ли она? Вы по толщине выбираете? Да. Николай, давайте скрупулезно подходить к вопросу. Два пальца толщиной, скажем так. Загляните в конец. 350 страничек. Чтобы вы Николай посоветовали. Андрей, 350 страниц устроит? Ага, ну все тогда. Андрей, сейчас страниц, я думаю, с удовольствием полистаете. За пару часов скушает, Андрей. Как филоват вы ее с удовольствием прочитаете. Да, да, да. Не кладите трубку, еще раз подскажем вам, где эту книжку забрать. Буквально три минуты у нас остается до конца. Еще раз напоминаем, что увидеть и услышать Наталью Поволодскую вы можете послезавтра в воскресенье 5-го числа в ресторане «Гауди». А кроме того, поприсутствовать на премьере музыкального клипа, который Александр Панайотов снял на песню Наташи Поволодской. Песня называется «Френд». Это тоже будет 5-го числа в «Гауди». Да, небольшой кусочек мы сейчас услышали. Давайте о планах поговорим, как это часто бывает у нас в общении с артистами. Что впереди? Что впереди? Россия или снова на второй курс? Ну, планы творческие и профессиональные, конечно, очень много. Я вот очень хочу реализовать свой первый сольный альбом. Он будет на английском языке, скорее всего. Такой, наверное, первый он будет небольшой, из пяти песен, как называют еще EP. И вот хочу немножечко похвастаться, можно так сказать. Вот когда я была в Лондоне, вот уже под конец учебы мне предложили пойти учиться на магистратуру в этот же вуз. Что это значит? Это значит, что я миную бакалавриат за хорошие, так сказать, заслуги, за свой опыт и за хороший учеб. Перепрыгивай эту ступеньку. Перепрыгивай эту ступеньку, да. Это, кстати, второй вот случай из-за истории вуза, когда вот студенту так разрешают. А вот так вот, знайте вятский. Вот, и вот тут буквально вот вчера подтвердили, все одобрили, и я, скорее всего, в сентябре снова уеду учиться, уже буду учиться на магистра. О, это что, поясните для простых, вот, это новый уровень? Это высший уровень образования, считается. Уровень гуру? Уровень, как бы, level number seven, как у них говорят. Уровень седьмой уже, то есть это практически высший уровень образования, диплома, который ты получаешь. Ну, там дальше только докторское уже. А что диплом этот дает в практическом смысле? Ну, он открывает большие горизонты и с точки зрения преподавания, и с точки зрения уже каких-то, например, моментов, связанных, если вы хотите изучать музыкальную науку, как именно, не как вокалист, а как вот профессор, или как... Как такой теоретик. Как теоретик, как... Да, очень много. Ну, вообще, этот диплом, он котируется не только в Европе, и в России, в том числе, конечно же. Вот я хотел как раз спросить, в России-то знают вообще о том, что... Да, это документ о том, что магистерское звание... Да, да, именно на степень. Да, 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 да. Можно показать, вот смотрите, я закончил, вот такая-то степень, и всё. Так люди расплываются. То есть ещё на год, да? Это ещё на год. Это ещё на год. Да. Ну... Когда даже грузит голос, да ну, в Англии ещё на год. Нет, я очень рада, я просто не ожидала, вот вчера только эта новость пришла, и я вот немножечко в таком подвешенном состоянии пребываю сейчас. Но меня просто ещё волнительно по поводу концерта предстоящего, и поэтому сейчас столько всяких планов. Угу. Что, у нас звонок есть? Нет? А, нам подсказывают, что нам пора завершать. Нам подсказывают, что нам пора завершать. Ну что, спасибо за этот визит к нам, Наталья. Спасибо. Спасибо, было очень здорово пообщаться, на творческих планах послушать. Ну, в общем, как это говорят-то, делайте то, что считаете нужным. Спасибо большое. Да, если чувствуете, что надо продолжать учиться, надо учиться, так это, Николай? Я думаю, да. Что-то советовать, да. А мы как бы что-то посоветуем. Мы посоветуем только нашим слушателям прийти 5 числа в ресторан. Приходите все обязательно, будет очень интересно. Да. 19.00, начало концерта. Напоминаем, воскресенье в ресторане Гауди 12+. Спасибо большое, Наталья Павловская, наша гость. На этом программа «Культ поход» завершается. Я не прощаюсь. До встречи в программе «Союз нерушимый» через 20 минут. Ну, а, Николай, видимо, до свидания. До понедельника. Счастливо.